Добрый вечер. Детали недели на Юргане. Меня зовут Александр Кузнецов. И вот о чем в деталях мы вам сегодня расскажем. Как они проведут лето? Изыскать деньги на эти цели. Вот такая просьба, Владимир Владимирович. Сезонные планы по детскому оздоровлению. Дачный ответ. Без тепла, без воды, без ничего. Может, без свет. Включит ли свет в конце тоннеля? И право быть равным. Давай в парню, что вы пойдете, я тебя сниму. Хорошо? Можно ли избавиться от психологической немощи? Вернуться к вопросу о софинансировании расходов на проведение летней оздоровительной кампании для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, призвала на неделю президента страны, председатель госсовета КОМИ, Надежда Дорофеева. Ссылаясь на недостаток средств в региональном бюджете. Президент просьбу выслушал и обещал вопрос проработать детально об этом разговоре и его ожидаемых последствиях. Максим Васильев. С неба лиловые падают звезды, даже желание придумать непросто. Смелость, как известно, города берет. И выступление Надежды Дорофеевой перед президентом получилось очень отважным и эмоциональным. Конечно, Совет Законодателей для того и создан. Это одна из главных площадок диалога с Владимиром Путиным. И заявление спикера госсовета КОМИ, надо думать, не прозвучало, как гром среди ясного неба. В 2017 году в федеральном бюджете эти средства не заложены и не выделены, в том числе и в рамках тех же антикризисных мер. Регионам трудно справляться с собственным бюджетом в решении этого вопроса. Поэтому обращаемся к вам с просьбой дать поручение правительству изыскать деньги на эти цели. Вот такая просьба, Владимир Владимирович. Хорошо. Поработаем с правительством, имея в виду, что проблемы действительно острые, чувствительные. Я сейчас задумяюсь сказать, сколько должно было бы стоить для федерального бюджета сегодня. Но вместе с вами, правительство, поработаем. Тем более для северных регионов, детей, проживающих в Арктике. Это очень актуальный вопрос. Да, я понимаю. Особенно с учетом стоимости проезда и так далее. Деньги на отдых детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, федералы добавляли в местную казну всегда. Мы помним, как в прошлом году наш регион по антикризисной программе получил 60 миллионов. Это была хорошая прибавка. Список ребят, уезжавших на море, стал шире. В 2017 году эту статью со финансированием Москва, похоже, упустила из виду. Регионы, естественно, нет. Но здесь, говорят, общими цифрами на категории детей не разделяют. На 116 тысяч детей предусмотрено всего 334 миллиона средств республиканского бюджета. И, конечно, ежегодно республика подает заявку на федеральное софинансирование. И особым основанием является как раз софинансирование средств для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Потому что это не просто программа вывоза на базу отдыха детей и проведения с ними соответствующих мероприятий отдыха и оздоровления, а это определенные дополнительные затраты, которые возникают. Специального юридического термина «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, как такового не существует». Впрочем, кого назвать именно так, в Министерстве образования знают точно. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети-беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущие, всего 10 позиций. Есть еще один термин – семьи в социальной опасности. Таких в Коме 1700. А ведь есть еще и Заполярье, в котором особенностью географического положения вообще всех детей, без исключения, сегодня можно назвать попавшими в трудную жизненную ситуацию. Общая дотация в Иркуте на детский отдых – 15 миллионов рублей. Без федеральной поддержки эту сумму могут значительно уйти. Те, кто в трудной ситуации, очевидно, пострадают тоже, хотя закон этого как бы не позволяет. Данная категория детей предоставляются мерой соцподдержки в виде 100% освобождения от родительского взноса. Также выделяются из республики бесплатные путевки для организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родителями оплачивается 10% стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, это в том числе сыновья и дочери пострадавших горняков после ЧП на Варкутинской шахте Северной. В прошлом году это был особый соцпроект. Санаторий в Крымском Судаке принял в себя многих из сект и пережил техногенную аварию. Руководитель сети отелей тогда повел себя как настоящий мужчина, благотворитель и патриот. Мы приняли решение о безвозмездной реабилитации семей пострадавших при данной аварии в нашем пансенате Звездной, в нашем любимом городе Судак. Такого же социального партнерства от своих предпринимателей ждут и в нашем Кабмине. Схема взаимодействия трехсторонняя и взаимовыгодная. Пока что на Азовское и Черное море этим летом региональные власти готовы увезти 4700 наших детей. Еще 1200 отправят в среднюю полосу. Конечно, при дополнительном финансировании эти цифры могут значительно возрасти. Фраза «охват детей отдыхом» для правительства Коми станет этим летом ключевой. А теперь в деталях о том, как живут наши соседи в поселке Урдома, в соседней с Коми Архангельской области, и их нововведениях в образовательной работе. На неделе выяснилось, что полезные навыки, которым обучают там школьников, не по нраву некоторым родителям. Однако многочисленные проверяющие ничего зазорного в уроках по профилактике СПИДа, наркомании, табакокурения и алкоголизма не находят. А директора и вовсе называют новатором, внедряющим прогрессивные западные методики обучения. Аналогичные передовые программы обучения лет восемь назад пытались внедрять и в наши республики. Но тогда тревогу забили и родители, и общественники. Почему, выяснял Евгений Ершов. Западная система оценки знаний действует в обычной государственной школе, что в поселке Урдама, соседней с нами Архангельской области, пятый год. Вместо привычных троек, четверок и пятерок в дневниках лишь буквы. Правда, единицы и двойки учителя тоже ставят, видимо, по привычке. Но больше в воспитательных целях. Директор школы заверяет, новая система детям лишь во благо. Ведь каждая буква – это сумма баллов, которая складывается из цифр в оценочных листах. Она помогает более полно оценивать знания детей. Ведь в чем суть прелести оценочного листа? Оценочный лист дается заранее. На каждую работу контрольного характера. В оценочном листе от 5-6-7 критериев до, у некоторых я встречал, до 20 критериев. Ну, если серьезная тематическая контрольная работа, уже у старших классов, там по большой теме, например, по биологии, до 20 критериев. Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. Причем учитель сам выбирает, сколько баллов оценить. Хотя в этой стопке полторы сотни заявлений от мам и пап. Они требуют вернуть привычную систему оценок и отменить оценочные листы, которые, цитата, «травмируют психику детей, убивают учебный процесс и в погоне за объективностью превращаются в собирание баллов». Конец цитаты. А зачем стараться? В общем, он бойки не ставит. Ну, где у него стимул? Если бойки не ставит. Если я... А какие же знания будут? С чем она выйдет? Ни с чем. Этот сюжет наши коллеги из телекомпании «Мир» показали в марте. Мы заинтересовались темой. Оказалось, буквы вместо цифр в дневниках – это еще полбеды. Большее беспокойство родителей вызывают методы воспитания подрастающего поколения. Я часто ссорюсь с родителями. Было бы лучше, если бы я умер. Эту анкету принесла домой из школы пятиклассница. По словам педагогов, это тест на психоэмоциональное состояние ребенка. Вот только мама девочки совсем не хочет, чтобы ее 11-летнему ребенку задавали такие вопросы. Еще больше женщину возмущает, что ее детям в школе рассказывают про наркотики и секс. Причем в очень странной форме. Ну, в общем, например, задают такой вопрос. Если тебе предстоит возможность заняться половым актом, что бы ты сделал? Да, есть такое, да. Вопрос. Сколько лет ребенку? Ну, допустим, наверное, 13. Им говорят, как принять этот наркотик. И тут же говорят, ему задают вопрос, скольких лет ты будешь... Ну, можно его принять только с 18 лет. Зачем? Зачем ребенку 11 лет вдолбить уже в голову, что вот клей можно, вот это психотропные вещества. Вот она в пятый класс пошла, дочь. Все эти тонкости учащимся школы в Урдаме объясняют на дополнительных занятиях в рамках элективного курса полезной привычки. Программа разработана на Западе еще в начале 2000-х. Для внимания. Целевой группы, состоящей из несовершеннолетних преступников и имеющей особые характеристики и образ действий. Проект ХОП призван помочь реинтеграции несовершеннолетних преступников в общество. А это заключение нашего эксперта, который еще в 2007 году признал, что комплект вышеуказанных учебных пособий этой международной некоммерческой организации, цитата, ведет к нарушениям прав учащихся и их родителей, законных представителей. Его содержание противоречит целям обучения и воспитания, требованием к содержанию образования, закрепленным в законодательстве Российской Федерации об образовании. Конец цитаты. Похожего мнения придерживается и в Министерстве образования Республики Коми. Любое учебное пособие, которое издается, право на его издание имеет только издательство, которое включено в федеральный перечень издательств, допущенных или рекомендованных к изданию учебников и учебно-методических пособий. Насколько мне известно, вот эти издательства не включены в этот перечень. Соответственно, использовать их в образовательном процессе недопустимо, запрещено. К слову, опыт внедрения этих учебных пособий в Коми уже был. В 2009 году сотрудники так называемой медико-педагогической школы тоже ходили по учебным заведениям Сыктывкара и рассказывали детям младшего и среднего звена о тех же самых полезных привычках. Приходят преподаватели из МПШ, рассказывают им про аборты, про предохранение, показывают фильмы такого, не буду я говорить, странного содержания. То есть я считаю, что это развращение нашей молодежи происходит таким образом. А самое главное, что это проводится без согласия нашего родительского. Зачем нужно учить методам контрацепции и так далее молодых детей, 16-17-летних подростков до 15-летних, когда можно им просто сказать о заповеди, не прелюбодействуй. Тогда родители тоже забили тревогу и стали обращаться во всевозможные инстанции. Вот это называется канализированным развитием, когда к половому взрослению акцентируют внимание, заставляют обратить внимание молодого человека. Вот с этим канализированным развитием, не дай бог, если ребенок от этого начнет получать удовольствие, ничего никто с этим ребенком сделать не сможет. Он будет стремиться к получению удовольствия любыми способами. По мнению специалистов, подобные программы западного происхождения стимулируются центрами планирования семьи, а их основная глобальная цель – ограничить рождаемость. Дети, у которых формируется ранее сексуальный опыт, неважно, да, это наблюдение, это реальные контакты, они практически не способны быть счастливыми в семьях, потому что сексуальные занятия, половые отношения, да, вот чрезмерная осведомленность в этих вопросах, возможность реально участвовать, да, в наблюдении или в участии в этих действиях, они настолько оказываются несовместимы с детской психикой, замешанной на эмоциональности, да, на хрупкости, вот, что они способны разрушать эти отношения, это участие, да, способно разрушать все благополучие ребенка на всю последующую жизнь. Сыктывкарских родителей услышали, и использовать пособие проекта ХОП запретили. А вот жительницу Урдамы, Валентину Кушмелеву, педагоги, местные школы и чиновники от образования Архангельской области слышать не хотят. Многочисленные проверяющие ничего незаконного в таком обучении детей полезным привычкам не находят. Небольшая реклама прямо сейчас, потом продолжим. Говорят, вот-вот весна по-настоящему вступит в свои права, и это как сигнал для дачников, которые в эти дни уже открывают огородно-грядочный сезон. Между тем, по весне напоминают о себе и проблемы, с которыми садоводы-огородники то и дело сталкиваются. Одна из них – взаимоотношения дачных обществ и энергетиков. Существующая система, когда на все товарищество выставляется один счет, по мнению самих дачников, давно себя и жила. Многие круглогодично проживают в загородных домах и не готовы платить за соседей-должников. Как решается эта проблема, выясняла Наталья Литкевич. Заключение этого договора на электроснабжение дачница Татьяна Клочкова ждала долгие три года. С тех пор, как их товарищество садоводов «Тюльпан», что в столичном местечке Дырнос, приказало долго жить. Желающих возглавить общество не нашлось, и в 2012-м налоговая инспекция вычеркнула «Тюльпан» из реестра юридических лиц. Тогда же члены бывшего уже товарищества на общем собрании решили перейти на индивидуальные договоры с энергосбытовой компанией. Но из более чем 130 человек сделать это удалось лишь двоим. Да и то через суд. Не платежи за электроэнергию. Не платежи за электроэнергию, не платежи годовых взносов. Можно сказать, 20% дачников регулярно не платят. То бишь за все это общество, когда являлось юридическим лицом, за все это общество оплачивалось годовых взносов. А так как годовой взнос тоже не оплачивается до конца, то естественно, рано или поздно общество приходит в тупик. Платить за себя и за того парня добросовестные дачники не хотят. Тем более, что долги некоторых садоводческих товарищей исчисляются сотнями тысяч. Энергетикам, в свою очередь, в том, кто виноват, разбираться некогда. Вот и отключает все удачное общество. Так в январе обитатели Эст-Нива три дня сидели без света. И это при том, что многие давно уже обзавелись топливными котлами и насосными станциями, которые без электричества не работают. Ладно, взрослые дети остались без тепла, без воды, но без ничего. Мы же здесь живем. Наш дом, например, находится с пропиской. Это наше единственное жилье, где мы живем. Нам уйти некуда. Переночевать где-то, ну, некуда. Садоводческого товарищества Нива тоже юридически уже не существует. Его прежний председатель не желает вновь взваливать на себя эту ношу. А других желающих вести все немалое садоводческое хозяйство просто нет. За последние три года дачники, в надежде на то, что обслуживание их электросетей возьмут на себя энергетики, за свой счет полностью привели в порядок всю систему. Заменили столбы и провода, перебрали трансформатор, почти на каждый дом повесили новые счетчики. Все документы, все это уже было готово. Как бы приходило, ну, и Коновалову приходило, и Глухову приходило именно сеть, чтобы именно как-то решить этот вопрос, потому что юрлица нету. Начались проблемы именно с этими бумагами, то есть садоводы не могут там детей устроить в садик, не могут какие-то субсидии выписать, не могут доказать, что они там живы, хотя они там уже с пропиской. Администрация как бы говорит, что я не имею права никакие документы подписывать. Опять же, они не подписывают, потому что они сейчас за нас должны отвечать. Сейчас фактически и Нива, и Тюльпан остались беспознными. И мэрия, и энергетики в один голос убеждают, нужно вернуться к старой форме управления. Другого решения пока законом не предусмотрено, тем более, что в рамках садоводческого товарищества возможно заключение индивидуальных договоров. Мы заключаем общий договор по общему прибору на все общество, на все садоводческое общество. А далее садоводческое товарищество выдает на отдельные садовые участки документацию, согласовывает, подписывает, оформляет ее совместно с сетевой компанией, выделяет мощности и передает наш алекс. Мы заключаем договор с садовым участком, вычитаем потребление объема из общего прибора учета и разницу предъявляем на садовое общество. Но такой вариант дачников не устраивает, ведь содержать сети и погашать долги неплательщиков все равно придется за счет ежегодных взносов и дополнительных сборов. Территория муниципалитета, имущество ничье. В свое время, когда это все строилось в собственности, оно оформлено не было за общество. И на сегодняшний день дачникам это не нужно. Если раньше люди не задавались этим вопросом, потому что работы стоили довольно-таки приемлемо по цене, и каждая бабушка могла выделить 100 рублей лишних дополнительных на обслуживание этого хозяйства, то на сегодняшний день это приличные деньги. В садовом товариществе Благодатное проблему пытаются решить через признание всего общего имущества бесхозным. Для этого каждый дачник пишет отказ от своей доли, а затем эти документы передаются в мэрию. Та, в свою очередь, должна принять ничейный объект на свой баланс и назначить для обслуживания энергосбытовую компанию. Но на реализацию этого проекта, который, кстати, в Сыктывкарской администрации назвали пилотным, могут уйти годы. Да и собрать отказы со всех дачников задача почти нереальная. Некоторые владельцы домиков в них не появляются по несколько лет. По мнению садоводов из Тюльпана, проблему бы удалось решить, если бы энергетики сами взяли их сети на свой баланс. Вся борьба, как мне кажется, заключается в том несогласованности с энергосбытовой компанией и с Итывкарскими сетями. Потому что никто не хочет тратить лишние средства собственные при приемке и перерешении этого вопроса. Потому что содержание надо будет нашей сети обслуживать, и требуются тоже деньги. И, скорее всего, эта причина является основной причиной для того, что этот вопрос не решается. Основание для такого мнения удачника есть. Ведь те, кто обратился в суд, теперь платят за свет напрямую. И не 4 рубля 26 копеек за киловатт, а чуть меньше 3. А вот другим владельцам домов в Тюльпане предлагают оформить трехсторонний договор между энергетиками, потребителем и собственником трансформатора в лице председателя соседнего товарищества «Динамо». Стоимость переоформления – 1000 рублей. Капиталина Чичагова деньги перечислила еще в начале февраля, но лишь на днях получила договор. Никаких действий, ничего нет. Мы заплатили. У нас с проездом многие заплатили. Я знаю, с которыми я общаюсь по телефону или еще где-то общаемся. Заплатили. Но ничего у нас не было. Вот сейчас пришел договор по новой. Пришел договор, чтобы мы подписали этот договор и пошли к «Динамо» по пову-председателю. У нас пока желания такого нет, чтобы там с «Динамо» подключаться, договариваться. Причина нежелания договариваться проста. На снижение тарифа при таком подключении рассчитывать не приходится. Он все равно будет больше 4 рублей за киловатт. Но других вариантов, по словам энергетиков, пока нет. Отношения не урегулированы внутри общества, самого садового. Вот эти отношения по электроснабжению. Ну, законодательство, оно не прописало вот эти механизмы, как садовое общество электрифицирует отдельно взятого гражданина. Поэтому на сегодняшний день это достаточно сложно. Если бы сети принадлежали сетевой организации, то конкретно можно было бы каждый гражданин, оформляя документы о технологическом присоединении, такие тоже механизмы есть. Предоставив право собственности на этот земельный участок, мог бы претендовать на заключение отдельно взятого договора. Пока механизм передачи домов в дачных обществах на баланс с сетевым организациям в законе не прописан. Проблему дачников на уровне правительства Коми обсуждали еще осенью. Предложения были направлены в Государственную Думу. Возможно, они лягут в основу поправок к новому закону о садоводческих обществах, который был уже принят депутатами в первом чтении. Право быть равным. Для одних это всего лишь громкая фраза, а для сотен родителей, детей и инвалидов настоящий лозунг, с которым они добиваются возможности поставить ребенка на ноги. В эти дни первые итоги программы по реабилитации таких детей подводят в Республиканском центре имени Морозова. Виктория Палкина продолжит. Мы должны пробраться и похитить секретную карту и узнать, где находится у нас вклад. Готовы? Да. Готовы. На первый взгляд это просто игра, вот только к педагогу совсем не до веселья. Впрочем, как и самим детям, каждое движение для них – настоящее испытание. Кажется, просто поднимается рука, а на самом деле развиваются функции головного мозга. Первоначально, когда дети поступают, мы обычно опираемся на непроизвольные виды внимания, то есть мы вызываем познавательный интерес непроизвольный, чтобы это было просто интересно, это, как правило, сказочная история, какие-то игры и упражнения. Когда ребенок развивается и растет, возникают уже произвольные формы внимания, и дети понимают, что то, что они делают, нужны для их развития. В классе не больше 10 человек – идеальная дисциплина. Одни заданиями справляются сами, другим надо помогать. Здесь есть специальное обучающее оборудование для левшей и даже необычная парта для детей с ДЦП. Молодец, Таня, умница. Лена, молодец, правильно нашла. Сейчас в этой комнате Монтессори занимаются самые юные воспитанники реабилитационного центра имени Морозова. Индивидуальный подход к каждому, плюс обновленная база тренажеров и пособий дают свой эффект. Хотя здесь время торопить не принято. И мгновенного результата от детей с серьезными нарушениями здоровья никто не ждет. Если ребенку обозначен определенный тренажер, и он занимается регулярно, например, 2-3 раза в неделю, то, как правило, через полгода мы видим результат, уже можем оценить степень развития данной функции. Потому что любая наглядная, монопулятивная деятельность всегда привлекает внимание детей до такой возраста. Глобально обновить базу реабилитационного центра имени Морозова удалось в рамках программы «Право быть равным». Уже несколько лет учреждение сотрудничает с Федеральным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Больше 8 миллионов рублей направили на покупку не только методических пособий и тренажеров, но и дорогостоящей техники для коррекции двигательной активности. Особенно здесь дорожат аппаратом «Стимул». Казалось бы, обычная беговая дорожка, но с большим потенциалом, говорят специалисты. Нагрузка здесь идёт как за две процедуры. Это физио и лечебная физкультура. Получал нагрузку такую, чтобы был эффект для ребёнка, чтобы у нас разрабатывались мышцы, для того, чтобы он правильно ходил. И коррекция движения была у него в положительном направлении. Работу на этом тренажёре начинаются с 10 минут. После доводят до получаса. За это время у ребёнка с тяжёлыми двигательными нарушениями улучшаются и корректируются мышцы, а движения доводятся до автоматизма, чтобы в обычной жизни подопечному передвигаться самостоятельно было уже не так сложно. Ну а этот аппарат учит ходить детей буквально на клеточном уровне. Вырабатывает стереотип ходьбы у тех, для кого сделать первый самостоятельный шаг, пока лишь незабыточная мечта. Воздушные подушечки имитируют на пяточную и пальчиковую зону. И за счёт этого у ребёнка появляется перекат с пятки на носок. Складывается ощущение у ребёнка, что он идёт. Бывает ходьба медленная, средняя и быстрая. Высоко ноги поднимаем. Вот высоко. Каждый новый шаг воспитанников с такими серьёзными недугами для сотрудников центра на вес золото. Они прошли специальное обучение. И всё же главное, что есть у этих людей – любовь и терпение к больным детям. Для них они формально чужие. У всех подопечных есть мама и папа. Но за месяц обучения педагоги и воспитанники становятся одной большой семьёй. И вместе переживают и боль, и победы. Конечно, для родителей это очень важно. И это единственная возможность, пожалуй, сегодня для тех деток, которые, может быть, и не могут попасть в школу и получать как реабилитацию, так и обучение. Всё-таки это обучение и реабилитацию получить. И именно в центре Морозова такие сегодня услуги предоставляются. И, скажем так, это, конечно, неоценимая возможность для родителей образовывать их детей. Скоро детей четвёртых классов ждёт выпускной. Отправятся многие в новую жизнь уже уверенным шагом. Тем временем сотрудники реабилитационного центра готовы в новом учебном году принять новых воспитанников. В конце мая здесь пройдёт центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. Желающих пройти лечение много. Только из Усть-Кулома пришли семь заявок. Мы всегда говорим, чем раньше ребёнка привезёте, тем более эффективнее будет идти процесс реабилитации ребёнка. И тем лучше будет воздействие на все его функции двигательные, утраченные. Сосновый Бор, уютные корпуса, современная реабилитационная база. Но мы не санаторий, поправляют сотрудники центра. Главная задача – реабилитация. Необходимо максимально заложить прочный фундамент здоровья. И помочь родителям найти силы и дать им веру. У их детей всё получится. И в завершение ещё об одном добром начинании. В Усть-Илимском районе, многие знают, есть историко-мемориальный музей имени Журавского. Но район большой, и не каждый его житель, особенно отдалённых деревень, может посещать выставки музея. Мобильное оборудование, которое удалось приобрести на средства от компании «Лукойл Коми», позволит музейным экспозициям гастролировать по усть-Илимским сёлам. Светлана Некрасова знает о ближайших планах хранилища культурного наследия. Первая выездная экспозиция почти готова. Жители Хабарихи у себя увидят исторические фотографии из жизни райцентра. Чёрно-белая усть-Илима и люди в традиционных костюмах. Сотрудники главного районного хранилища и раньше приезжали в гости в соседние сёла. Но рассказывать, а главное, показывать, было уж очень неудобно. Приезжали в населённые понты, в школы и показывали буквально на руках. Если, например, вывозила я показать материалы, фотографии героев Советского Союза, мне приходилось, а их у нас три было, да, вы знаете, мне приходилось и показывать героя с этой стороны, с этой, и выставлять на парты, вот как-то приспосабливаться, чтобы в полной мере дать материал, тот, который мы должны были дать. Сегодня совсем другое дело. На грант, полученный в рамках конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукоил Коми», закупили десятки видов разного оборудования. У научных сотрудников музея Журавского теперь есть и доски, и стенды, а главное, всё это компактное и мобильное. Данное оборудование очень удобно, благодаря тому, что оно легко передвигается, оно на колосиках, и мы можем его представить даже в залах, где нет выставочной площади. Мы можем представить его в середине, допустим, классной комнаты. Данное оборудование мы будем упаковывать в специальные чехлы и на машине перевозить для организации вот таких мероприятий. Теперь мобильные могут сделать любую экспозицию музея. Сегодня их четыре. Основная история основания Усцильмы пока на реконструкции. Полным ходом идёт подготовка к юбилею райцентра. 475 лет в этом году Усцильме, и вся работа направлена именно на это. Исследуем, собираем материалы, фотографии. Также и проекты у нас нацелены именно в рамках юбилея. А вот и главная гордость музея Журавского – уникальная выставка, памятники старообрядческой культуры. Её местные научные сотрудники собирали по крупицам. Здесь рукописные книги, атрибутика старообрядцев и своя неповторимая коллекция живописных и медно-литых икон. Пусть они сберегли их на чердаках каких-то не в очень хороших условиях, но тем не менее они сберегли их, и потом они поступили в фонды нашего музея, были или закуплены, или взяты в дар. И таким образом мы сейчас имеем вот такую коллекцию. Возможно, именно эта выставка ляжет в основу нового выезда музея Журавского. Правда, для этого придётся подождать, пока утрясутся дорожные проблемы. Сейчас все переправы закрыты. Как только начнётся навигация, научные сотрудники, благодаря помощи Луко и ЛКОМИ, смогут открыть тайны своих хранилищ для всех жителей района. Таковы некоторые детали уходящей недели. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова